Думаю, я уже рассказал достаточно много историй, после которых вы могли окончательно разочароваться в женщинах, а поэтому прочитаю еще один пост и, наверное, на сегодня с ютубом буду заканчивать. Пост называется «Женская дружба». Ну, видимо, пишет женщина. Блин, так гадко на душе, хочется выговориться. Женскую дружбу, наверное, не обсуждал только ленивый. Пусть говорят, что женской дружбы не бывает и прочее ля-ля-ля. Я-то овца в розовых очках думала, что у меня все по-другому. С Татьяной дружили с детства, можно сказать. В юности кавалеров делили на дискотеке, вместе бегали, делились с девчачьими секретами. У каждой сложилась более-менее хорошая жизнь. И все было одно, если бы не одна случайная встреча с поклонником из давно минувших дней, с тех самых юных годов. Он тогда исчез как-то внезапно, но поскольку мы с ним всего лишь поговорили несколько раз, и пару раз в кино сходили, чувства глобальной потери не было. Ну вот, собственно, и сама Микотка ситуация. Я в шутку ему, надо же, вспомнил. А ты куда это тогда исчез? Ну он и вывалил. Я аж присела. Говорит, у тебя подружка-то была тогда. Худенькая такая, Таня, кажется. Я говорю, ну да. Так вот он мне и поведал, что как-то встретил ее, и она под видом заботы ему по секрету сообщила, что я девушка безотказная, легкомысленная, уважая выпить и мужские компании. Он, дескать, видно, парень серьезный, такая блять ему не нужна. А на минуточку я на тот момент всего пару раз целовался. Ну да ладно, это все нюансы. Да и кавалер фиговастенький расплетнем поверил. Вполне естественно, я у Таньки объяснений запросил по теме. Хоть и дела давно минувших дней, интересно стало. Думал, отпираться будет, а из нее так гуана рванула. Она мне кавычка открывается. Да сказала и что. Тебе все руки валило всю жизнь саму, хоть ты этого и не заслуживала. А я живу с деспотом, дети в грош не ставят, уйти некуда. Квартира его. И ты думаешь, что это только одна ситуация? Да я всю жизнь гадила тебе где могла. Но это тебе нипочем. Все равно все выходит к лучшему. У тебя кавычка закрывается. А сама аж трясется и с ненавистью на меня смотрит. Короче, нет у меня больше подруги. Как-то так. Но что я могу сказать? Подобные истории показывают женщины в их реальном виде. А не такими, как многие мужчины привыкли их себе представлять. Если баба не видит ничего плохого в том, чтобы гадить так называемые подруги в течение многих лет, то представляете себе, как она будет поступать по отношению к вам.